Тяжелая уличная жизнь не для бездомных собак, считает эта женщина. Она подкармливает их по мере возможности. Недавно бабушка встретила на улице Джека. Взять его к себе сразу не решилась. Была уверена, что красивая породистая собака просто вышла из дома погулять. Спустя пару месяцев женщина вновь увидела Джека на берегу Сенежа и поняла, что собака бездомная. Возникло желание приютить животное, особенно когда Джек у всех на глазах совершил благородный поступок. Вдруг он стремглав как бросится в воду по телам людей, которые там находились в озере, купались. И здесь виск поднялся, а собак здесь развели. А он нырнул в воду и вытащил ребенка за штанишки. Джек – бернский зененхунд. Собака именно такой породы спасла в годы войны от немецких овчарок родного дядю нашей героини. Поэтому встречу с Джеком она считает волей судьбы. У нас в семье, у бабушки, ну вот все знаете, там есть такие иконостасы в углу у старых людей. Так вот у нас в одном углу был иконостас, а в другом углу была огромная фотография, это в то-то время, вот этой собаки. Месяц назад Джек обзавелся потомством. От уличной дворняги у него родилось 8 щенков. Солнечногорская добродетельница забрала их к себе домой. Содержать одной такое количество собак пенсионерке не под силу. Троих щенков она уже отдала в хорошие руки. Пять оставшихся еще ждут своих новых хозяев. Женщина надеется, что ей удастся найти и хозяина Джека. Собака, у которой благородство в крови, не могли просто так выбросить на улицу, считает она. Слишком много он вложил в эту собаку, чтобы вот так взять и выбросить. Что он умеет? Он умеет быть компаньоном. Он умеет слушать. Вот он хочет есть, вот он смотрит, а ему не дает. Он не будет даже тявкать просить. Он повернется и уйдет. Пенсионерка надеется, что местные власти все-таки займутся решением проблемы бродячих животных. В качестве приюта для них женщина предлагает разрушенный магазин возле второй проходной курса «Выстрел» и бывший универмаг на территории учебного центра.